Культурный отдых в Подмосковье, бадминтон, шашлыки, интересные беседы. Жители Никифоровского живут дружно. Даже традиции у них уже есть. Например, собираться всем вместе на поляне рядом с деревней. Зимой, чтобы покататься на лыжах, летом на пикник. И в этом году традиции решили не изменять. Предварительно проверив документы в администрации, что на этом месте расположено поле и никакой дороги нет общественного назначения. Мы сели на пикник. Карьер на землях сельхозназначение начал появляться в конце 2016 года. Компания ТЭКО-сервис, если верить документам, создает здесь рыбонагульный пруд. И это вполне законно. Правда, добычу песка земельный кодекс Российской Федерации здесь не предусматривает. Поэтому и главная цель пикника, который устроили местные жители, не отдохнуть, а привлечь внимание к тому, что происходит с карьерами в Никольском поселении. Это четвертый карьер. Схема одна и та же. Хотим рыбонагульные пруды сделать. Ура, все местное население радуется. Проходит время, выбирают песок, который можно выхватить из земли. Реализуют его, остается яма. Дальше что? Ну вот, не получается рыбонагульное. Давайте мусор будем завозить. Так засыпали Никольское. Сейчас Пронска засыпает. Никифоровское место красивое. Только подземные воды расположены не очень глубоко. И экскаваторщики уже могли в этом убедиться. При этом рельеф местности таков, что деревня располагается ниже карьера. Этот эко-сервис сливает воду с полей. И все идет в деревню. Никифоровское. Деревню топит. А с деревни Москву и реку идет экология. Сейчас все колодцы будут грязные. Блодородный слой снят в одном из мест углубления. Было нарушение водоносного слоя. Последствия были несколько недель назад. В двух хозяйствах забили гейзеры. Ночью приезжал сам глава администрации для ликвидации этого. У людей стало затапливать подвалы. Стало затапливать септики. Жители Никифоровского опасаются, что однажды деревню затопит окончательно. Поэтому готовы пойти на многое, чтобы остановить работу на карьере. Андрей Иванов, глава Денцовского района, на встрече с жителями Никольского поселения пообещал, что бороться с незаконной деятельностью компании они будут сообща. Мы сделаем все, чтобы остановить вот это все. Ну, во-первых, это пойма Москва-реки. Я хочу купаться в чистой реке. Правильно? Я хочу ходить в лес, нормальный, чистый лес. Я хочу, чтобы у меня... Я вожу детей к памятнику на 9 мая, чтобы они помнили, что здесь бои шли. Я обратился во все правоохранительные органы с просьбой провести самую тщательную проверку деятельности компании ТК-сервис. Компания ТК-сервис считает, что они все делают правильно. Но это объяснимо. У них же на первом месте деньги, которые они планируют зарабатывать и зарабатывают сейчас. И делали это успешно в предыдущий период. А потом им здесь не жить. Это совершенно чужие для нас люди. Не жители Оденцовского района. ТК-сервис на контакт с жителями особо не идет. Документы предоставить готовы, но в индивидуальном порядке. Впрочем, нашей съемочной группе также не удалось связаться с представителями компании. На ее официальном сайте размещено интервью заместителя генерального директора, из которого следует, что о свалках речь не идет. В планах только разведение карпа, гибрида толстолобика, амура и щуки. Пруд глубиной 2,5 метра в Никифоровском должен быть готов до конца 2018 года, а может быть даже раньше. Но это жители Никольского поселения слышали уже не раз. А насколько деятельность компании ТК-сервис является законной? И не приведет ли к появлению на карте Оденцовского района мусора нагульных водоемов, как говорят местные жители, должны выяснять правоохранительные органы. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Оденцова.